Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас по счёту третий урок повторения закрепления. Сегодня мы рассмотрим построение штампа. Что такое штамп? Штамп ставится в правом нижнем углу чертежа. Там характеризуется наименование чертежа, автор, кто начертил, тип линии. Значит, в штампе штамп указывает полную характеристику чертежа. Для того, чтобы построить чертеж, мы раньше пользовались шаблонами, которые у нас есть в проекте. Сейчас эти шаблоны мы уже рассматривали на предыдущих занятиях. Сегодня мы будем просто строить штамп. Чтобы построить штамп, мы пользуемся командой черчения отрезок, либо командой черчения полилиния. Давайте будем работать командой полилиния. Берём команду полилиния. Сначала мы наносим длину штампа. Длина штампа составляет 18500. Вот нанесли длину штампа. Теперь нанесём ширину штампа. Ширина штампа составляет 5500 мм. Дальше. Выделив длину штампа, мы нанесём подобные линии вниз со смещением 500 мм. И до конца. Чтобы последующее смещение происходило, мы нажимаем на предыдущую линию. Вот таким образом мы до конца наносим длину внутренних отрезков штампа. Теперь мы закроем штамп. Для того, чтобы закрыть, то есть нанести вторую линию штампа ширину, вторую сторону ширины штампа, мы нажимаем на ширину штампа, берём команду подобие. У нас длина штампа 18500. И задаём длину штампа. Вот у нас получился как бы черновой чертёж штампа. Теперь наносим внутренние линии штампа. Внутренние линии штампа с левой стороны у нас получается. Выделяем левое ребро штампа. Команда подобие 1000. Enter. Вот у нас вот этого будет 4 линии. 2, 3, 4. Следующие 1500. Подобие 1500. Задали. И следующие будет 1000. Подобие 1000. С правой стороны у нас 2000. Затем 1502 раза. 1502 раза. Штамп у нас указывается синим цветом. Для того, чтобы преобразовать в синий цвет, мы выделяем штамп. Затем нам нужно окно инструментов свойства. В данном случае у нас нет окна свойства. Для того, чтобы вывести окно свойства, мы подводим указатель мыши в правый верхний угол рабочего пространства, нажимаем правую клавишу мыши, выбираем команду автокад и команду свойства. Вот свойства. В свойстве мы выбираем команду по блоку и выбираем синий цвет. Вот у нас штамп перекрасился в синий цвет. Теперь у нас идет работа с внутренними линиями чертежа. По стандарту у нас здесь должно быть вот такое расположение. Выделяем вторую сторону штампа и обрезаем ненужные линии. Для того, чтобы обрезать ненужные линии, мы пользуемся командой обрезать. Обрезали. Следующие обрезали. И следующие. Дальше нам надо убрать вот эти лишние линии. Вот эти лишние линии мы просто уделяем с помощью команды delete на клавиатуре. Выделяем и нажимаем на клавишу del. И нижние, которые нам уже не нужны. Дальше обрезаем верхние. Значит, чтобы обрезать, мы должны выделить ту линию, от которого у нас идет обрезание. Выделили, команда обрезать и обрезаем лишние линии. Выделили, обрезаем лишние линии. Теперь у нас вообще штамп, основные линии уйдут размером, размер линии 30. Но по стандарту у нас вот эти внутренние линии должны быть размером, толщина линии должно быть 320. Для этого, чтобы преобразовать линию, толщину линии, изменить толщину линии, мы выделяем, выделяем, обрежем вот эту линию, линии нужную, обрежем вот эти две линии. Затем мы зададим с помощью команды подобия. Выделили, выделяем все нужные линии. Меняем толщину линии на 20. Затем мы просто зададим с помощью команды подобия с расстоянием 500 нужную нам линию. Вот такие две линии. И самое главное, вот эти все тонкие линии у нас должны по стандарту выделяться голубым цветом. Голубым цветом. Выделяем, меняем цвет линии на голубой и получили штамп. Полученный штамп мы выделяем. Берем команду переместить. Берем с нижнего правого угла и вставляем в рамку. Для того, чтобы вставить в рамку, мы должны поднести к внутреннему нижнему правому углу. Вот вставили штамп. Получается у нас вот такой штамп. Значит, домашнее задание у нас такое. Вам нужно в работе тетради составить алгоритм построения штампа. То есть полностью пошагово написать, как производится проекция штампа. С вами была я, Шадуха Жах, Пультер Испаевна. До свидания. Продолжение следует...